сказать что совсем скоро у меня премьера трека естественно зачем же я еще по-вашему сюда вышла пока не могу сказать точную дату релиза вот буквально на днях решили пришел но могу сказать что он будет называться про любовь и это не перепевка той самой песни группа фабрика спасибо большое за комплименты ребят понимаете в чем задница задница в том что сейчас 54 минуты а у меня выход на сцену в 14 30 а ехать мне еще по навигатору приличное количество времени о вроде куда-то поехали а все стоит как дыре егора егора дыре прекрасно весело очень непривычно потому что это был первый большой праздник первая большая тусовка на которой я была после карантина было честно говоря в начале немножко стрёмно все такие типа хочу целоваться можно обниматься можно но потом естественно все забили и курили кальян как это всегда бывает так что ну что будем погибать так все вместе видимо если уж трансляция будет на первом канале только что сказала я не знаю честно говоря во сколько наверное можно посмотреть в программе концерт выпускной не знаю во сколько покажут конкретно меня потому что я не знаю будут ли они как-то там менять порядок по ходу ну вот соответственно мой мой выход если не опоздаю в 14 30 соответственно эфир по моему идет практически сразу на орбиту на владивосток поэтому я не думаю что они там будут как-то сильно менять порядок вот еще хотела вас поблагодарить за отзывчивость и большое количество комментариев которые мне очень интересно читать под одним из моих последних постов про 10 фактов я даже не думала что у нас с вами столько общего но точнее я думала но как-то никогда на этом не акцентировала внимание потому что на самом деле конечно мы все страшно похожи все плачем над одними и теми же вещами в общем горюем тоже примерно об одном и несмотря на все наши разницы в характерах мы похожи скучаешь за файста family ну честно нет потому что это был классный период в жизни но поэтому я за все очень благодарна ребятам и этому периоду но надо идти дальше такие вот дела смотрю куда бы как бы никуда бы не въехать ни в кого бы новая песня говорила об этом вот буквально пару минут назад но присоединяются видимо новые люди повторюсь еще раз новая песня примерно через две-три недели я не могу сказать пока точную дату релиза мы на днях решим песня будет называться про любовь и она очень веселая ну такая танцевальная летняя так про егора день рождения я уже рассказала по кругу одни и те же вопросики ребят ну 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 что такое знак зодиака у меня телец и мне кажется достаточно типичный телец но поскольку по крайней мере то что я читаю про тельцов и насколько я общаюсь с людьми с тельцами мы все обладаем некими схожими качественными качествами мне кажется у меня слетел фильтр да я была такая красивенькая и вот и вот на ну вот так вот нет вот так здрасте просто давно ржет чувак из соседней машины ну а как ну а как жизнь такая время такое да трек будет по стилю приближенный к дикой пуме то есть это скажем так менее попсовая композиция насколько сейчас в принципе можно делить что-то на попсовое или не попсовое расскажите какой вы были в школе если честно я достаточно подробно об этом и много рассказала в одном интервью скоро выйдет достаточно большое интервью на одном популярном youtube канале вот и для меня это немножко больная тема и я не знаю я очень переживаю потому что монтаж не утверждается естественно вот я там что-то прям даже как-то так растрогалась и распереживалась не знаю в каком-то таком очень уязвленном эмоциональном состоянии пришла туда очень переживаю как получится так что скоро вот можно будет посмотреть это интервью и там все увидеть и послушать если вам интересно по концертам конечно скучаю но вот концерты есть собственно выступление есть гастролей как таковых нету по гастролям очень скучаю естественно я уже привыкла постоянно куда-то ездить летать не сидеть на месте все время находиться в разлуке с любимыми это тоже бы некое личное пространство поэтому конечно я скучаю и мне непривычно новый клип но вот я думаю где-то через месяцочек на ту самую новую песню о которой говорила может быть может быть чуть больше что за популярный youtube-канал я просто не уверена пока что я могу об этом говорить ну наверное скажу алена блин я дала интервью алене собственно это супер ру там нет ничего скандального сразу но как бы насколько принципе в жизни любого артиста может не быть чего-то скандального понятно что были разлады разводы расставания об этом я тоже рассказываю но я надеюсь что никого не обидела по крайней мере я очень не хотела кого-то обидеть надеюсь у меня это получилось в москве в июле будут концерты в москве так мне приснился сон с тобой что снилось в москве в пока не знаю пока власти не разрешают массовые мероприятия их не будет и насколько я знаю именно в москве массовые мероприятия откроют в последнюю очередь но по крайней мере так говорят пока что там будет на самом деле идем указов мэра президента пока нет потому что нельзя что вы готовили с катя адушкиной катя адушкина снимает опять же не знаю это можно рассказывать или нет но катя мне не говорила что никому не рассказывай и вроде как выкладывала тизеры к себе в инстаграм поэтому наверное можно сказать что катя снимает тикток шоу и я в нем снималась честно говоря не знаю когда будет выпуск со мной но наверно какое-то ближайшее время было весело янчик спасибо за комплименты блин ребят я реально пипец как опаздываю на выступление еще делать непонятно все стоит там какая-то авария да у меня много родинок спасибо конечно за ваши словесные обороты можно было подобрать иные все таки я леди так чё тут еще пишут альбом ждать дождать наверное конечно вообще честно говоря у меня не выпущенных треков и еще их под накопилось за карантин потому что мы достаточно костя я не отвлекаюсь я стою достаточно много записали во время карантина у меня порядка 15 не выпущенных треков новых которых никто не слышал и естественно это полноценный большой альбом но я не уверена что я хочу выпускать их альбомов альбомом во первых потому что они достаточно разные стилистические и не хочется выпускать такой винегретный альбом а во вторых я хочу их разделить наверное на и пишки по стилям потому что что-то такое более скажем радийное попсовое что-то более приближенное к дикой пуме и собственно следующий трек который который выходит он скажем так менее радийный ну на мой взгляд там как уже на деле случится я не знаю вот поэтому посмотрим просто честно говоря альбома такая категория не то что же не то чтобы изжившая себя но наверное преимущественно для поклонников потому что мало кто сейчас слушает музыку альбомами старее редкость обычно люди добавляют себе пару треков которые им нравится и все а у нас все песни хорошие как вы помните все булочки свежие поэтому не хочется сливать что называется хотя слово наверное в данном контексте не очень подходящее какие-то треки в альбомы потому что как бы они так и остаются альбом альбомными треками и у меня есть треки которые я очень люблю и которые мне честно говоря даже немножко жалко что они так незамеченными что ли прошли ну то есть альбомными остались например трек любовники очень классный трек так товарищи я наверное сейчас буду закругляться с эфиром и стараться прорваться в какие-то ряды которые едут лучше чем мой хотя соседний ряд всегда едет лучше это также как на соседнем огороде всегда вкуснее пробка пипец реально пробка бордовая не знаю почему яндекс меня определил сюда я выбирала самый быстрый маршрут вот содержательный разговор конечно у нас с вами получается ладно ребят о тетя алена фатеева господи это так странно когда твоя одноклассница которая для тебя мне кажется она всегда останется просто твой одноклассницей девчонкой уже чья-то тетя привет алене большой мы с ней очень дружили в школе и до сих пор периодически общаемся да выступление с UK team конечно же с моими девчонками репетировали повторяли блин ну что мы вообще встали кто-нибудь знает что можно сделать в данной ситуации почему люди прикалываются ну потому что мне кажется всегда смешно когда человек с вытянутой рукой на конце которой телефон едет за рулем это всегда такими смеюсь но видите сама дела также но смеюсь по-доброму спасибо ребят за комплименты мне правда очень приятно и вообще знаете мне очень приятно что у меня очень добрые подписчики и что у меня мало говна в комментариях спасибо вам большое за это то что я иногда читаю там комментарии под постами каких-нибудь своих коллег думаю блин как они это выдерживают неприятно все это читать мне приятно что несмотря на то что я не вываливаю никаких скандалов и говна вы все равно со мной и вам все равно интересно и вы не пишите гадости спасибо вам большое все вернется обязательно спасибо так ну давайте давайте пара вопросиков пока тут стою отвечу гудок накрасила конечно вавана как как без гудка то как как без года без гудочка то как пар вопросиков погнали ты отвечаешь директ я прям так их не буду выводить на экран sorry sorry сработал лимит на социальные сети а в директе иногда отвечаю если какие-то ну есть вещи которые реально могу ответить нравится ли мне катя дужкина конечно она мне нравится иначе бы я с ней не общалась не снималась еду на выступление уже об этом рассказывала что у вас карантином да ничего у нас карантином какая-то странная хрень с карантином типа всех вы выпустили как будто бы коронавирус в одной части исчез хотя конечно это не так и насколько я знаю в регионах очень сложная ситуация и то что происходило у нас два месяца назад сейчас происходит в регионах если вдруг кто-то из маленьких городов напишите что у вас интересно потому что ну насколько я знаю от своих знакомых которые не из москвы все к сожалению очень нехорошо какие фильмы сейчас смотрят сейчас смотрю сериал бумажный дом приступила ко второму сезону я где-то на середине не очень нравится хотя конечно уже есть ощущение что он подзатянутый блин да как же мне прорваться-то ребята участвовали вы в комментаут честно говоря я мне писал вова маркони когда только открылась передача когда буквально был один выпуск я очень долго мялась вначале написала да потом нет потому говорю ну ладно давай да вот но в итоге что-то как-то съемка так не случилось видимо вова решил что раз я такая неуверенная то не стоит мне звать но там конечно блин много трэша много заболевших мы на карантине сидим да ребят поэтому конечно день рождения и горы криды классно но и вообще тусовки гулянки но я когда прихожу на патрики мне честно говоря страшно становится потому что ну вот вот такая маленькая штука которая естественно невозможно никак идентифицировать увидеть и обнаружить люди абсолютно не принимать никакие меры и заболевание действительно существует потому что приличное количество моих знакомых болели кто-то тяжело переболел у кого-то прошло очень легко но в любом случае нужно быть аккуратными так вы против поправок я против поправок безусловно есть какие-то поправки хорошие которые касаются например защиты животных экологии но есть поправки которые к сожалению заставляют огромное количество людей голосовать против если бы можно было голосовать за конкретные какие-то поправки то есть не в принципе за и против а вот из перечня всех поправок выбрать те которые тебе нравятся и проголосовать за них вот ну на мой взгляд такая процедура бы была намного более логичная и соответственно там те поправки которые набирают определенное количество голосов те проходят и вносятся в конституцию остальные нет но к сожалению такой опции не предусмотрено так все ребята я прорвалась короче я вас целую всем отличного дня Вовка я очень рада что ты вкусно позавтракала кайфану приходите в гости если не боитесь уже мы вас ждем всегда с Машкой в общем я всех обнимаю всем прекрасного всего вот этого вот все я должна уже ехать нормально пока